Российско-японский проект RG-Region по борьбе с лишним весом проводится в регионе второй год подряд. На этот раз в течение шести месяцев, с мая по октябрь, участники боролись с ожирением и метаболическим синдромом с использованием диетологического консультирования и дистанционного контроля веса тела. Куратором диеты по-японски выступил региональный центр общественного здоровья. Наш регион, к сожалению, большому занимает одно из первых мест по избыточной массе тела у населения и даже по ожирению также у нас достаточно большое количество людей, имеющих этот диагноз. Но в этом году мы обратили внимание, что более длительная подготовка, наверное, была. Мы с ним беседовали перед началом этого реализации проекта и советовали семьи вовлекать. И вы знаете, очень у многих это получилось. В проекте были задействованы 100 участников. До конца дошли 93 человека. Семь человек не смогли продолжить участие по разным причинам. Есть можно все, но только компенсируя слабости физическими нагрузками. Похудеть помогали японские технологии. Для измерения данных каждому выдали шагомер, весы и тонометр. Елена, одна из участниц проекта, узнала о японской диете случайно. Решила принять участие и не пожалела. Было тяжело, признается девушка, особенно наладить питание. Но результат того стоил. К здоровому образу жизни подключились муж и дети Елены. Получать результаты планируют всей семьей и после проекта. Заметила результат уже летом. Летом у нас было промежуточное обследование. Показала о снижении веса, о снижении жировой массы. Почувствовала себя легче, комфортнее. Еще одним помощником в борьбе с ожирением выступили врачи-кураторы. Обученные командой медицинских работников, в их числе диетологи, эндокринологи, терапевты и психологи, консультировали и вели наблюдения за пациентами в дистанционном режиме и всячески их поддерживали. Участница, были у нее проблемы с мотивацией, никак она не могла пока себя замотивировать, чтобы выйти на количество шагов, на ограничение, не диета даже, просто правильное питание. То есть, да, порции, чтобы была, соответственно, переедания не было. Но нам, надо сказать большое спасибо, помогают психологи. Итоги проекта впечатляют. За полгода 60 участников снизили свою массу тела в среднем более чем на 5%, а объем их талии уменьшился на 4 сантиметра. Также многие из участников отметили улучшение не только физического, но и психологического состояния здоровья. Очередной этап с новыми участниками запустят в начале 2022 года. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.